Привет! Как и предполагалось, первая часть вызвала много непонимания. И неудивительно, 200-километровая комета это из области фантастики, знаете ли. Но так ли уж все фантастично? Во что конкретно трудно поверить? В то, что такие объекты существуют? Да их навалом. В то, что такой объект мог столкнуться с Землей? Да запросто. Трудно поверить только в одно, что такая катастрофа могла произойти совсем недавно. Да еще и как-то умудриться остаться незамеченной. Но разве? Все альтернативщики сами утверждают, что на нас в 17 веке что-то упало. Разве нет? Так почему же тогда простенький расчет их же теорий вызывает отторжение? Хотя и официальная наука в этом вопросе остроумием не отличается. Вы когда-нибудь слышали, что отвечают официалы о происхождении глины? Историки и биологи почему-то уверены, что глина это перебродивший лошадиный кал и другая органика. Но вы состав глины-то знаете? Я поверю в официальную версию, если мне покажут лошадь гадящую окисью алюминия и оксидом кремния. Но обо всем по порядку. Итак. Могла ли планета выжить при столкновении с таким монстром? Могли ли сохраниться при этом люди? Какие-то зачатки цивилизации? Мы же знаем, что астероид Апофис диаметром всего каких-то 200 метров нас всех убьет. Нам же с телевизора так говорят. Мы же столько раз видели в фильмах про конец света, как планету разрывает на части, как она покрывается лавой и ядро выплескивается наружу. А еще мы видели американцев на Луне, МКС на орбите, Железного Человека, Бэтмена, Человека-паука и Терминатора. Да, и Джона Коннора тоже видели. Но это все иллюзии, фантазии. Любопытно лишь свойство человеческой психологии, которая позволяет кричать о том, что нам все врут, что в космос никто не летает, а потом тут же утверждать, что, по словам ученых, для уничтожения жизни достаточно метеорита размером в 10 километров. А вдруг вам в этом тоже врут? Так как же на самом деле? Сейчас узнаем. Сначала изучим реальные последствия от столкновения метеоритов с Землей. На сайте Лондонского Империал Колледжа очень кстати есть программа, в которой уже заложены основные формулы, по которым можно рассчитать эффект от столкновения Земли с различными небесными телами. Подозреваю, что все те, кто кричит о невозможности выжить, пользовались подобной же программой и этими же формулами. В таком случае сам Бог велел воспользоваться и нам. Здесь можно вручную задать некоторые параметры. Например, расстояние наблюдателя от удара, диаметр тела, его плотность, скорость удара, угол удара, а также плотность поверхности в месте столкновения. Ну, например, это вода, или скала, или лед. Для начала посмотрим, что случится, если в Землю сжахнется объект диаметром 79 километров. Этот диаметр мы вычислили в прошлой части. Зададим его характеристики согласно классическому представлению о метеоритах. То есть он у нас будет железный. Скорость зададим в стандартную кометную 51 километр в секунду. Угол удара 45 градусов. И пусть он ударит в скалу, например, в Гималайи. А мы в этот момент сидим, например, в Москве на расстоянии 3750 километров. Хм, результаты впечатляющие. Кратер 1590 километров. Половину Земли снесет. Огненный шар виден на расстоянии 1700 километров. И вообще тряхнет всех. Треть всего живого на Земле снесет сразу. Но, заметьте, земная ось не сдвинется ни на градус. А человечество все-таки выживет. Хотя и не факт, что надолго. Месяца на полтора-два. Теперь все то же самое, но уже с кометой. То есть кометное тело гораздо менее плотное. Итог. Кратер намного меньше. Хотя все равно 725 километров в диаметре. И хотя трясет гораздо меньше, последствия все равно очень тяжкие. Но земная ось опять не сдвинулась. Теперь представим удар 200 километрового тела. Результаты совсем плачевные. Кратер глубиной 3,5 километра. Диаметром 1380 километров. Все постройки на Земле разрушены. Началась вулканическая деятельность. Землетрясение магнитудой 13,3 балла по шкале Рихтера. Да что там говорить. Эта болванка почти расколола планету, как пуля-арбуз. Даже орбита сдвинулась. Но ось нет. Даже на 0,05 градуса не сдвинулась. Может я неправильно выставил угол падения или скорость? Нет. Любые углы влияют на ситуацию не сильно. Так же как и любые скорости. В итоге мы забиваем параметры расчета. Ради прикола. Столкновение Земли с точно такой же планетой. С такой же Землей. Само собой все погибли. Но ось почти не сдвинулась. То есть получается, что никакие силы, и уж тем более комета или астероид, не могут сдвинуть земную ось? Может ученые врут и зашили в программу какие-то непонятные чудо-формулы? Хорошенько запомните этот результат. В будущем мы обязательно к нему вернемся, и он позволит нам сделать шокирующее открытие. А сейчас попробуем ответить на другой вопрос. Почему же мы могли не заметить такого бабаха? А дело в том, что на Землю падают метеориты, в основном из железа. И бабах у них внушительный. И вообще появление эффектное. А кометы вообще не падают. Хотя нас этим и пугают. И мы упускаем одну очень важную деталь. Мы имеем перед глазами мегатонны песка и глины. А рассуждаем так, будто упал железный метеорит. А тем временем, железо далеко не самый распространенный элемент в нашей Солнечной системе, да и в Галактике. Железо и другие элементы, которые тяжелее железа, появляются только в момент взрыва сверхновой. Оно, собственно, и является эдаким взрывателем звезд. Как только в ядре звезды начинает синтезироваться железо, это означает, что очень скоро звезда взорвется. А самые распространенные в космосе элементы, это, конечно же, водород и гель. На третьем месте углерод, азот, затем кислород, неон, натрий, марганец, алюминий и кремний. Железо же в этом списке лишь на шестнадцатом месте. А из чего состоят наши пустыни и глиняные завалы? Пустыни состоят из кремния в различных сочетаниях, в том числе и с алюминием. А глины состоят также из оксида кремния, оксида алюминия и воды, а также углерод в различных соединениях. То есть из элементов, занимающих первое, третье, пятое, девятое и десятое места по распространенности в Солнечной системе и вообще во Вселенной. А если мы посмотрим на металлы, то алюминий – это вообще самый распространенный металл во Вселенной. Логично предположить, что и наш искомый астероид-террорист будет состоять из такого вот наборчика. Конечно, там будет и железо, но в мизерных количествах. Тогда давайте посмотрим на нашу Солнечную систему и поищем, есть ли подходящие под описание объекты где-нибудь еще. Оказывается, есть. И таких объектов у нас в Солнечной системе много. Под них даже выделен свой собственный класс. Это так называемые астероиды категории кентаврит – кентавры. Только в нашей Солнечной системе их насчитывается более 44 тысяч. У них очень большой диапазон размеров – от 1 до 400 километров в диаметре, а некоторые даже и больше. Подавляющее большинство из них находится далеко от нас. В поясе астероидов, между Юпитером и Сатурном, возле Урана, в поясе Койпера и облаке Оорта. Многие из них являются спутниками Юпитера, Сатурна, Урана. Давайте посмотрим на некоторых из них, тех, что наиболее близко вписываются в нашу модель. Вот, например, один такой – спутник Сатурна Феба. А вот еще один такой – Херон. Бродит между Сатурном и Ураном, как пьяный. А вот Никта, он ошивается у Плутона. Да что там говорить, даже Фобос и Деймос, спутники Марса, по сути, те же астероиды категории Кентаврит. И их очень много. Посмотрите как-нибудь на досуге. Так что мы о них знаем, кроме их орбит и масс? Мы знаем, что в некоторых из них состав в небольших количествах входит необычное соединение. Толины, аморфный углерод, сажа, оливин и водяной пар. Но это в небольших количествах. А в больших что? А еще мы знаем их плотность. Ну, не у всех, конечно, но у некоторых. Например, плотность Херона – примерно 2 грамма на кубический сантиметр. А плотность Феба – 1,6 грамма на кубический сантиметр. Казалось бы, ну и что тут такого? Ну, во-первых, это значит, что они не из газа. И даже не из воды. У нее плотность 1. То есть это не кометы. Но и не из железа. У него плотность 8 грамм на кубический сантиметр. Разница огромная. Однако любой мужчина, который хоть раз в жизни что-то строил своими руками, сразу поймет – Херон состоит из чего-то похожего на смесь, например, глины. Ее плотность как раз в диапазонах от 1,8 до 2 грамм на кубический сантиметр. А Феба – практически чистый песок с плотностью 1,6. В общем, поздравляю. Вы только что закончили курс молодого астронома. Вперед! Открывайте новые песчано-глиняные астероиды. Ну, а мы нашли то, что искали. Такие тела в Солнечной системе есть. Да не просто есть, а их много. А раз так, то вероятность столкновения Земли с таким объектом существует всегда. Ее ни в коем случае нельзя отбрасывать. Это и есть основная мысль данного ролика. Но на главный и животрепещущий вопрос мы так и не ответили. Если на нас действительно свалилось это, то почему же мы так относительно легко пережили падение того гиганта? Почему Земля не взорвалась ко всем чертям? Ведь даже если мы забиваем в математическую формулу столкновения объект с плотностью воды, которая меньше плотности кремния или глины, то все равно бабах получается знатный. В этом вопросе мы попытаемся разобраться в следующих роликах. Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей вы видите вы сбой, то не стесняясь, четко, грамотно и без запинок оставьте под видосом гневный комментарий свой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok